В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Я Наталья Кратович. Здравствуйте. Коротко о главных событиях прошедших дней. Экология округа. Теперь чистоту воздуха в Люберцах фиксируют специальные датчики. Строительство детского сада в Жеканово-Красково возобновилось. Когда сдадут объект, расскажем в выпуске. Колесо обозрения, спортивная школа, амфитеатр. Каким будет Наташинский парк уже этим летом? Прощание со школой на дистанции. Отзвенел последний звонок 2020 года. Неделя началась с заседания оперативного штаба в администрации округа. В дистанционном режиме руководители управления и ведомств рассказали о проделанной работе за отчетный период. Все подробности далее. Об оперативной обстановке в округе доложил начальник Люберецкой полиции Евгений Романцев. По его словам, на прошлой неделе в межмуниципальное управление поступило около 2000 обращений граждан. Как и прежде, сотрудники МВД несут службу в усиленном режиме, чтобы свести к минимуму количество нарушений во время эпидемии. Личный состав патрулируем, выполняем указания губернатора, министра внутреннего дела и начальника главы. Пять пожаров произошло в зоне обслуживания Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. За неделю сигнал тревоги поступал на пульт дежурного 38 раз. Ни одно происшествие не повлекло за собой печальных последствий. Два раза оказывали помощь коллегам с Раменского гарнизона. Также личный состав осуществляет дежурство в режиме повышенной готовности. В городском округе продолжают действовать меры по профилактике коронавирусной инфекции. Каждый день подъезды многоквартирных домов обрабатывают хлоро- и спиртосодержащим раствором. Дезинфекция проводится в местах общего пользования. Ведется мониторинг, анализ поступивших обращений граждан в соцсетях по вопросу уборки, места общего пользования и дезинфекции. В связи с увеличением количества обращений контроль усилен. Подъезды не единственное, что подвергается дезинфекции. Санобработка затрагивает все общественные места. Детские и спортивные площадки, автобусные остановки, торговые точки и производство, которые возобновили свою деятельность с 18 мая. Распоряжением заместителя председателя правительства Московской области утвержден стандарт деятельности предприятий в этот период. Стандарт направлен на предотвращение вспышек заболеваемости в трудовых коллективах. В настоящий момент проведен мониторинг 12 предприятий. Все из них выполняют требования стандарта. Во время пандемии в усиленном режиме продолжают работать операторы службы 112. За минувшую неделю они приняли более 10 тысяч обращений от жителей городского округа Люберцы. Луиза Игязырян, Валерий Абсалямов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Перепрофилированное третье стационарное отделение Люберецкой областной больницы в Краскове готово к приему пациентов, больных коронавирусом. Новый стационар рассчитан на 369 коек, каждый из которых подведен кислород. 100 коек из них реанимационные. За введением в эксплуатацию инфекционных отделений наблюдала наша съемочная группа. Он может проводить искусственную вентиляцию легких и не повредить, скажем так, сами легкие. То есть он очень чувствительный и при какой-то перегрузке он просто выдает тревогу, тогда можно спокойно реагировать. Аппарат, спасающий жизнь, теперь есть в каждой реанимационной палате. Здесь для больных с тяжелым поражением легких есть все необходимое. Кроме ИВЛ и увлажнителей воздуха, монитор, на котором видно все жизненно важные показатели от температуры тела до работы сердца. Также у нас насчет пределами тревог, когда можно при срабатывании какой-то тревоги, мы видим, что с пациентом может что-то или он ухудшается. Для пациентов в крайне тяжелом состоянии. В Центре по борьбе с ковидом оборудовано 100 реанимационных коек. В Красной зоне руководит процессом Рашид Фаткулин. Работаю 34 года реаниматологом, конечно, мы готовы к любой ситуации. Мы работаем многие годы вместе, бок о бок, и, конечно, помогаем друг другу. Основная часть работников продолжает работать. То есть, несмотря на то, что больница становится инфекционной, и существует большой риск заражения. На время пандемии из терапевта в инфекциониста перепрофилировался Сергей Радаев. Как и большинство его коллег, работающих с ковид-пациентами, врач ограничил контакты с семьей, чтобы свести к минимуму риск заражения своих близких. Будем проживать, соответственно, в предоставленных больницах и условиях. Пришлось ограничить поездки домой. Соответственно, моя коллега также на протяжении полутора месяцев не видела свою семью, не видела своих детей. Все, как говорится, ради здоровья наших больных. Анализы мы сдали. Мы для окружающих, так скажем, не заразны. Могли мы отказаться, наверное, но кто, если не мы? Новый перепрофилированный стационар готов принять 369 пациентов. Все койки оборудованы по стандарту COVID-19. Каждой из них подведен кислород. После масштабной перестройки большинство палац стали двухместными. В каждом боксе собственный санузел и современная система вентиляции с обеззараживанием воздуха. Сюда попадут пациенты с легкой и средней тяжестью заболевания. Строительные работы проделаны в рекордные сроки. Чтобы перепрофилировать стационарное отделение номер 3 в центре борьбы с новейшей инфекцией, рабочим потребовалось меньше месяца. Круглосуточно на площадке трудились более 1100 строителей. Особенность в том, что практически старой осталась только коробка здания. Произошло полное переоснащение больницы в материально-техническом плане. То есть строители полностью заменили все коммуникации, начиная от лифтов и заканчивая системой вентиляции, которая смонтирована с самого современного уровня из оборудования, которое было использовалось здесь ранее, но единицы техники. Перед началом работы в новых инфекционных отделениях медики получили средства индивидуальной защиты от люберецких предпринимателей и сладкие наборы от партии «Единая Россия». К работе приступили 212 человек. К уже слаженному коллективу третьего стационара присоединились и медики из других больниц. После окончания пандемии здесь будет проведена тщательная санитарная обработка всех помещений, после чего медучреждение снова будет работать, как и прежде, по всем профилям. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе продолжается региональная акция «Спасибо врачам». Медикам, которые работают в условиях пандемии коронавируса, вручают продуктовые наборы. Сладкие подарки от партии «Единая Россия» получили сотрудники люберецкой подстанции скорой помощи. Эти люди приходят на помощь самыми первыми в любой день недели и в любое время суток. Они на страже здоровья людей. Работа в режиме постоянной готовности для них дело привычное. Но сейчас сотрудники скорой трудятся нон-стоп. Из-за эпидемии коронавируса увеличилось не только количество вызовов, но и рисков для собственного здоровья. В знак благодарности за ежедневные подвиги люберецким медикам дарят такие продуктовые наборы, чтобы во время тяжелого труда была возможность отдохнуть за чашкой чая. Мы проводим акцию в тех местах, где действительно врачи борются за жизни наших жителей. Мы провели уже в Красково такую акцию, спасибо врачам, где вручили подарки, такие чайные наборы. Такая мера поддержки – небольшое дополнение к основной помощи, которую сейчас оказывают медикам. К благотворительным проектам подключились волонтеры, представители бизнеса и властей различного уровня. Я понимаю, какая нагрузка сварилась на вас. Это требует наверняка нечеловеческих усилий. Мы это все видим, мы это знаем. Низкий вам поклон. Государственная дума и Московская областная дума пожертвовали месячные зарплаты исключительно на помощь врачам. Надеюсь, это скоро все закончится, все станет на свои места. Спасибо за поддержку. Всероссийская акция «Спасибо врачам» набирает обороты. К благотворительному проекту активно подключается бизнес-сообщество. На призыв партии «Единая Россия» об оказании помощи откликнулась компания по производству питьевой воды. Совместными усилиями главный источник жизни доставили в ковидный центр в Краскове. Жизненно важный источник для тех, кто спасает жизни. 3 тысячи полуторалитровых бутылок. Такого запаса воды Центру по борьбе с COVID-19 хватит на месяц. В настоящее время здесь трудится около 100 человек. В то время, когда медики на передовой, задача всех остальных – сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались. Акция «Спасибо врачам». Стартовала она в середине месяца. Стартовала благодаря инициативе «Единой России» Московской области. Руководитель регионального отделения Игорь Юрьевича Брынцалова, представителя Московской областной думы. И вот часть этой акции – это снабжение учреждений здравоохранения, которое у нас на передовой борьбе с коронавирусом питьевой водой. И медицинских работников, и пациентов. В больницы Московской области поступило уже миллион бутылок питьевой воды. Свою лепту в большое доброе дело вносят волонтеры, представители партии, а также крупные производители напитков. Мы, конечно же, откликнулись, потому что понимаем, что наша вода будет прекрасным дополнением к лечению людей, которые болеют. И также восстановлению врачей, которые работают. В данный момент мы подобрали самую нашу, скажем, лучшую воду, даже передаем детскую, поскольку она вообще самая полноценная, подходящая для любого возраста людей, тем более тех, которые сейчас, возможно, болеют, им нужно еще больше поддержки. Хочу пожелать нашим врачам здоровья, счастья, и чтобы они держались и побеждали. А нашим больным, которые сейчас находятся здесь, чтобы скорейшее выздоровление и возвращение к обычной нормальной жизни. Доставка воды – небольшая часть масштабного проекта. В рамках акции «Спасибо врачам» медработников обеспечивают средствами индивидуальной защиты и продуктовыми наборами. Меры поддержки будут действовать до полной победы над пандемией. Луиза Игязыря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Датчики замера воздуха появились на территории округа. Люберцы стали местом пилотного проекта, цель которого – сформировать экологическую сеть мониторинга для оперативного реагирования и предотвращения природоохранных нарушений. 15 точек на карте Люберецкого округа – места, где разместили датчики замера воздуха. Малогабаритные посты наблюдения фиксируют концентрацию загрязняющих веществ. Сигнал с датчиков попадает в центр обработки данных, где на полученную информацию оперативно отреагируют сотрудники Министерства экологии из передвижной лаборатории. Посты наблюдения будут фиксировать загрязняющие вещества, концентрации по 10 непосредственно приоритетных для Люберец загрязняющих веществ. Это СО, это метан, это формальдегид, это озон, взвешенные вещества. Места размещения постов наблюдения выбраны не случайно. Проводился анализ, создавалась экспертная группа, комиссия, были проведены обследования. Места установки малогабаритных постов выбраны не случайно. Это зоны воздействия основных источников промышленных предприятий Люберец. Датчики замера воздуха позволяют получить оперативную информацию о состоянии качества воздуха и, следовательно, быстро отреагировать. Найти загрязнителя и исправить ситуацию. Вскоре программа заработает на территории всего Подмосковья. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Летом жители Люберецкого округа ждет приятный сюрприз. Наташинский парк начал масштабное преображение. Как обновляют излюбленное место горожан, расскажет Анна Троян. Обновление в этом году предстоит пережить всем частям парка. Обмелевшие пруды вновь наполнят водой. В июне планируется завершить бурение основной скважины и прокладку трубопровода. Что позволит вернуть водоему былой вид? Трубопровод будет закрытой прокладки, визуально находиться ниже зеркала воды. Ничего видно не будет. Система будет работать таким образом. В автоматическом режиме насосы будут наполнять пруд, зеркало пруда до определенного уровня. Дальше будет срабатывать перелив, который находится между прудами. И вода самотеком перетекает в следующий пруд. Автоматическая система позволит уровню воды круглогодично оставаться в норме. Для заполнения обоих прудов потребуется 37 тысяч кубов. Наполнение водоемов прогнозируют на середину июля. Также в текущем году будет установлен в этой части у нас вейк-парк для любителей, так скажем, активного образа жизни. На Наташинских прудах откроется уже вторая спортивная школа. Совершенно новый вейк-парк. Для любителей экстрима и водных видов спорта создадут комфортные условия. Отличительной чертой станет вейкбординг, адаптивный для людей с ограниченными возможностями здоровья. Увидеть Люберца с высоты птичьего полета. Этим летом сможет каждый. Колесо обозрения высотой с 14-этажный дом появится прямо здесь, за главной сценой. Пока на месте будущего аттракциона заканчиваются работы по заливке бетонно-монолитного основания. Вскоре начнется монтаж конструкций. Колесо обозрения заработает по всесезонному принципу. Благодаря системе кондиционирования летом внутри прозрачных кабинок будет прохладно, а зимой тепло. В начале июля, обещают подрядчики, оно примет первых посетителей. Отвечает всем современным требованиям по безопасности и разработано с учетом требований современного дизайна. Снабжено 18 кабинками закрытого типа. Каждая кабинка будет рассчитана на 6 человек. За аттракционом центральная площадь Наташинского парка, которую тоже ждет преображение. Она значительно расширится. Обустроят большой амфитеатр с подсветкой. Будет полностью заменена плитка. Будет также декоративная подсветка всех деревьев. Вся центральная зона, соответственно, у нас будет расширена. Внутри лесопарка обустроят новую зону отдыха для детей. На площади 1350 квадратов разместится функциональная игровая площадка. Полностью благоустройство и реконструкция Наташинских прудов планируют завершить к концу третьего квартала 2020-го. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Благоустройство территории вокруг Малаховского озера продолжается. Ранее работы были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Сейчас на объекте соблюдаются меры безопасности с учетом требований Роспотребнадзора. После недолгого затишья здесь снова закипела работа. Начался второй этап благоустройства Малаховского озера. В первую очередь территорию очистили от мусора и веток. Сейчас прокладывают пешеходные дорожки. Около 5000 квадратных метров плитки сделают это место комфортным для прогулок. Будут также сделаны велодорожки порядка 1800 квадратов, детские площадки будут сделаны. 31 октября 2020 года мы планируем завершить все работы по благоустройству. На Малаховском озере появились не только подрядчики, но и жители, которые мониторят все этапы благоустройства. Членам рабочей группы рассказали об очистке озера и реконструкции дамбы. В зону проводимых работ попадает ряд деревьев. Участники встречи проголосовали за вырубку 12 зеленых насаждений, но с определенным условием. При этом будет дано задание администрации, подрядчику подобрать и выработать компенсационную высадку. В кратчайший срок будут предоставлены те деревья, которые будут высажены в компенсацию. Также члены инициативной группы обратились с просьбой максимально сохранить деревья вдоль береговой линии. Жители заверили, что и дальше каждый этап благоустройства будет проходить в тесном сотрудничестве с ними. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, Валерия Псалямов, телеканал ЛРТ. В Люберцах стартовал сезон ремонта дорог. План этого года – 34 участка, общей протяженностью 17 километров. Сейчас дорожно-строительную технику можно встретить на девяти объектах. Наша съемочная группа увидела, как проходит работа. Участок дороги на воинов-интернационалистов – один из тех, который попал в планы ремонта. За то, чтобы его включили в этот список, жители проголосовали на портале «Добродел». Работа началась с замены бортового камня в перспективе укладка фрезерованного асфальта. После снятия ограничительных мер по запрету работ в связи с коронавирусной инфекцией, работы у нас начались 19 мая. Все работы проводятся в строгом соответствии с требованиями и соблюдениями против распространения коронавирусной инфекции. Ремонт муниципальных дорог проводится за счет софинансирования регионального и местного бюджетов. Периодичность проведения работ зависит от погодных условий. По контракту все 34 участка, которые вошли в план этого года, должны отремонтировать до 31 августа. На финишную прямую вышло строительство детского сада в ЖК Новокрасково. После приостановки работ в связи с пандемией рабочие нагоняют упущенное время и обещают сдать объект уже этим летом. Мы понимаем, как этот строительный объект важен для Московской области, в частности, для Люберецкого района. Месяц простоя задал новый темп работы. Строители вернулись на объект 18 мая. И уже сегодня вошли в график. Идут без отставания. Соблюдаются здесь и меры безопасности. Рабочие трудятся в медицинских масках. Им есть где продезинфицировать руки. На стройке дежурит штатный медицинский работник. Сразу начали следить. Согласно стандартам, по приходу людей на стройку, измеряется температура, продаются перчатки, маски, регулярно проходят дезинфекции, санузлы, место приема пищи. Детский сад ЖК Новокроскова возведен по индивидуальному проекту. Для 350 дошколят на трех этажах заработают 18 групп. Просторные игровые, спортивный зал и пищеблок. Заканчиваются все строительно-монтажные работы и отделка помещений. Рабочие собирают оборудование для пищеблока и мебель. Сдать объект планируют к середине июня. После завершения строительно-монтажных работ пойдут работы по сдаче строительной документации, строительный надзор и всем органам власти. Передача садика в муниципалитет, муниципалитет уже в Министерство образования. Вскоре в надлежащий вид приведут и уличную территорию детсада. Возведут игровые площадки с теневыми навесами. Появятся клумбы и зеленая лужайка. В поисковом отряде Лиза Алерт Олег Леонов уже 5 лет. Мужчина отвечает за направление «Лес на связи», то есть выводит заблудившихся людей по телефону. В копилке его воспоминаний много историй, связанных с детьми. Запомнился случай ребенка, когда дедушка очень долгое время не мог совладать с телефоном и не понимал моей команды. Ребенок отобрал у него телефон 8 лет и все четко, хорошо сделал. В тот же момент я увидел, где они находятся, через полчаса их уже достали из леса. Ситуации бывают разные, их на самом деле много. Этот обклеенный фотографиями забор – тому доказательство. Здесь 14 тысяч ориентировок. За каждой листовкой судьба отдельного ребенка и колоссальный труд волонтеров. Мы проводим более 25 тысяч поисков в год по стране, по России. Но когда мы это делаем, мы не понимаем объема, который мы делаем. Это стена, это воплощение физической нашей работы. Это те миллионы часов, которые мы отдаем на поиски. За последние 10 лет, то есть с момента основания Лизы Алерт, в России были объявлены в поиск 17 тысяч детей. Больше половины из них найдены добровольцами. Привлечь внимание к этой теме члены поисково-спасательного отряда совместно с Общероссийским народным фронтом решили с помощью акции под названием «Поиск». Очень важно, чтобы была поддержка государства, чтобы была консолидация действий, чтобы ни один человек не остался сегодня наедине со своей бедой. Должна быть единая база для того, чтобы эти люди могли найти своих родных и найтись. Девиз Лизы Алерт – потеряться не значит пропасть. Организаторы акции уверены – единая база, куда будет заноситься информация о дезориентированных людях. Облегчит работу волонтеров и позволит быстрее узнать о местонахождении тех, кого очень ждут дома. Луиза Игазарян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Последний звонок 2020 точно войдет в историю. Впервые нежный и трогательный праздник прошел в онлайн-режиме. Но это не значит, что не было торжеств. Детские воспоминания, поздравления и пожелания выпускники передали через экраны. Школьный майский двор совсем не такой, как обычно. Везде пусто, нет смеха школьников и звуков последнего звонка. Но выпускники не отчаиваются. Учиться онлайн уже привыкли, а значит и прощаться придется тоже в сети. Ну вот и все. Окончили бы школу. И грусть настигала вас сейчас. В глазах напомнились лишь слезы. От мысли расставания в первый раз. Стихи, напутственные слова учителей и слезы родителей. От смены формата последний звонок не стал менее трогательным. Со скобки спасателей круг. Мы снова здесь. Мы вместе снова. Учителя в своих кабинетах, ученики и родители по ту сторону экрана. Дома. Уже знакомый для всех формат. Самоизоляция успела научить школьников искать во всем свои плюсы. В актовом зале мало места. В сети поместятся все. Тысячи зрителей присоединились к трансляции последнего звонка в Люберцах. Я хотел бы искренне еще раз поздравить наших выпускников. И я искренне желаю, чтобы вы гордились дружбой, которая зародилась в ваших классах, в вашей школе. Чтобы вы не забывали школу, вспоминали своих наставников. В добрый путь, дорогие наши выпускники. Удачи вам. Пусть планы ваши сбудутся. Прощай, школа. В этом году сказали 1393 люберецких выпускника. Среди них 170 претендентов на золотую медаль. Самым творческим и успешным в учебе посчастливилось стать ведущими уникального праздника на отдельных внутришкольных линейках. И снова побывать в стенах родной школы. На самом деле мы все очень расстроились, когда узнали о том, что выпускные и последний звонок отменяются. Я очень долго готовилась к выпускному. Мы с мамой выбирали платье. Я рада, что у меня была возможность увидеться сегодня хотя бы с Егором, потому что мы вместе с пятого класса. Одноклассники и коллеги Александра и Егор – начинающие медийщики. Выпускники гимназии «Интерес» и школьного телевидения. За месяцы разлуки соскучились по живому общению. Обсудили грядущие экзамены и незабываемые школьные годы. Во время карантина мне очень не хватало общения с друзьями, с товарищами. Я очень соскучился по школе. И после карантина мы обязательно соберемся все вместе и по-человечески отпразднуем выпускной. Тяжело прощаться с выпускниками тем, кто воспитывал ребят все эти годы. На онлайн-линии, как чувства, переполняли педагогов. Скучаю. Очень скучаю. Жаль, что после последнего урока не могу их обнять. Пожелать им вживую удачу, успехов. Каждому отдельно поговорить. Каждому дать какой-то совет. Корона-выпуск, как говорят школьники, точно войдет в историю. У такой линейки даже появилось собственное название – «Зумок». Несмотря на удаленный формат, учителей усыпали цветами. А самый трогательный момент церемонии – звонок колокольчика – все-таки прозвенел. Я очень счастлив, что мне выпала честь дать последний звонок со своим братом. Желаем удачи на экзаменах, а всем учащимся – отличной учебы. Дорогие наши выпускники, поздравляем вас с окончанием школы, с праздником последнего звонка. Желаем вам большущего счастья, успехов вам, любви, крепкого здоровья, побед, верных друзей, удачи, успехов на экзаменах, вдохновения, благополучия, радостей в жизни. И чтоб сбывались все мечты. Счастливого буди! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова